На днях парламентская ассамблея Совета Европы заявила о предоставлении международного иммунитета Надежде Савченко. Президент Пассе Амбрассер заявила, «Мы сказали нашим российским коллегам, что они должны освободить Савченко, если хотят действовать в соответствии с нашими правилами. Обратите внимание на оговорку по Фрейду. С нашими правилами». То есть заявляемые правила уже не общие, а их. И не озвучили просьбу или, скажем, подали прошение, а просто сказали. И Россия, предполагается, должна немедленно исполнить высочайшее повеление. По-русски это называется даже не наглость, а борсость. Напомним, что Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве журналистов всероссийской гостей радиокомпании Корнелюка и Волошина. Для ее характеристики вполне достаточно указать на факт. Будучи действующим офицером авиации Украины, она в 2014 году добровольно принимала участие в боевых действиях на стороне АТО в качестве добровольца батальона «Айдар». Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Этот иммунитет не несет для Савченко никаких последствий, потому что она находится в России и обвинена в серьезных преступлениях, совершенных задолго до того, как была избрана членом Верховной Рады и вошла в украинскую делегацию в ПАСЕ. Таким образом, юридические заявления ПАСЕ ничтожны. Закон, согласно всем принципам юриспруденции, обратной силы не имеет. Иначе сложилась бы абсурдная ситуация. Человек может завершить любое преступление, а в случае избрания в ПАСЕ получит иммунитет на все свои прегреши. Можно обратиться и к англосаксонской системе прецедентного права, распространенной в Европе. Вспомним аналогичный случай с членом Ирландской республиканской армии Робертом Джерардом Сетцем, который был избран в парламенте УК, но остался в заключении, где и умер вследствие объявленной голодовки. Или прецедент Илья Иллашку, который обвинялся в создании диверсионной группы на территории Приднестровья. Там он находился в заключении с 1993 по 2001 годы, являясь при этом заочно избранным депутатом парламентом Молдавии и сенатором Румынии. Освободили его в 2001 году, однако не как депутата, а по личной просьбе президента Молдавии Воронина. Однако у ПАСЕ есть четкая политическая избирательность. Так, например, ПАСЕ лишила делегацию России не только права голоса, но даже и права участия в заседаниях и мониторинговой деятельности Ассамблеи в апреле из-за возвращения Крыма на родину. Волеизъявление населения Крыма было названо нарушением норм международного права. Особенно показательна избирательность ПАСЕ по отношению к нацизму. В самой Европе не просто оправдание гитлеровцев, но даже демонстрация соответствующей символики является уголовным преступлением. Однако проявление нацизма в странах Прибалтики и на Украине европейские политики игнорируют, потому что это против России. В 2013 году, во время обсуждения проекта российского закона об уголовной ответственности за отрицание или одобрение преступлений нацизма, ОБСЕ даже выступила с протестом. Якобы законопроект несет угрозу свободе слова и независимости СМИ и вообще может повредить демократии и соблюдению прав человека. России на такое двурушничество по-хорошему просто не стоит обращать внимания. Но проблема состоит в том, что со времен эпохи Ельцина у нас юридически закреплен приоритет международных законов над российскими. Во-первых, в Конституции, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Во-вторых, в Уставе СНГ – верховенство международного права в межгосударственных отношениях. Следует вспомнить, что изначальная юридическая формула о приоритете международного права над внутренним суверенным правом страны была включена в Конституцию тех стран, которые потерпели поражение во Второй мировой войне. В 1947 году – в Италии и Японии, а в 1949 – в ФРГ. А вот Россия добавилась в этот ряд гораздо позже – в 1993 году. Причем в докладе Ельцина о проекте Конституции прямо указывалось – проект прошел экспертизу за рубежом. Этой ситуацией по СЕ и пользуется до сих пор. Сегодня очевидно, что мировой порядок при гегемонии США уже не работает. Но западные лидеры продолжают использовать навязанные России в 90-е годы нормы международного права и пытаются помыкать нашей страной, как они делают это с оккупированными по факту странами Европы. Должно ли сохраняться такое положение вещей? Разумеется, нет. Сейчас важно сделать все возможное, чтобы кроме национализации российских элит, разворота на полное импортозамещение и возрождение стратегических отраслей экономики, мы начали полномасштабный процесс национализации законодательства. А значит, убрать в российских законах наследие 90-х, когда Россия, как проигравшая холодную войну страна, брала на себя обязательства, которые прямо противоречат национальным интересам. После террористического акта в Париже, когда была расстреляна редакция «Шарли Эбдо», вдруг резко активизировались западные спецслужбы. И всего за пару недель европейской полиции удалось накрыть подпольную террористическую сеть с ячейками в Вене, Берлине, Брюсселе и Париже. Но самое интересное заключается даже не в чудесной скорости спецслужб, а в том, что первым делом было объявлено, что эти террористы – граждане России. В западной прессе началась радостная истерика, которую подхватили на Украине и в российских либеральных СМИ. Во Франции арестованы пять террористов из России. Пятеро граждан России задержаны во Франции по обвинению в подготовке теракта. Во Франции задержаны пятеро граждан России из Чечни по обвинению в подготовке теракта. На деле все оказывается очень просто. Арестованные граждане России, которых подозревают в подготовке терактов, являются чеченцами и, вероятнее всего, беженцами, которых приняла Европа, защищающая их от так называемых безжалостных репрессий. По данным Евростат, 90% беженцев из России в Европу едет с Северного Кавказа. На первый взгляд, стремление приютить беженцев похвально и вроде бы соответствует декларируемым европейским гуманитарным ценностям. На самом деле, такое радушие оказывается далеко не всем. Как выяснилось из документа благотворительной организации «Чечня Advocacy Network» из США, на уютное убежище в ЕС могут рассчитывать не все. Вот самые красноречивые цитаты. «Всего лишь 10% чеченцев получили убежище в Польше, как правило, те, кто смог доказать, что они были боевиками». Германия предоставляет убежище около 28% беженцев, в большинстве случаев тем, кто сумел доказать, что они были боевиками или работали в чеченском сепаратистском правительстве. В Норвегии 7-8% получают убежище, лишь те, кто смог доказать, что их лично преследуют как бывших боевиков, политических активистов или их родственников. А оказывается, чтобы получить статус беженца, недостаточно быть сирым и убогим. Нужно еще быть действующим боевиком. Европейская пресса периодически с гордостью сообщает об отказе в выдаче России людей, подозреваемых в терроризме. Может быть, западные партнеры не подозревали об опасности, исходящей от подобных беженцев. Однако действующий сотрудник ведомства по защите Конституции Германии недавно заявил газете «Дивельт», что до 200 боевиков «Имарата Кавказ», которые с 2011 года числятся в списке террористических организаций ООН, получили в недавнем прошлом политическое убежище на территории Германии и занимаются вербовкой новых членов и сбором денег на джихад. Несмотря на многочисленные призывы Путина к Западу воздержаться от поддержки терроризма на Кавказе, Запад действует в отношении северокавказских джихадистов по старому принципу. Может быть, они и сукины дети, но это наши сукины дети. Именно поэтому на наших глазах случилось очередное чудо в исполнении западных и отечественных либеральных СМИ. Незгибаемые чеченские борцы с тоталитарным российским режимом вдруг стали кровожадными русскими террористами. Аудитории скармливают следующую логическую цепочку. Раз чеченские террористы были россиянами, значит, они русские. А значит, Россия поддерживает террористов. А раз Россия поддерживает русскоязычное население Донбасса, то они тоже все террористы. Малазийский Боинг, автобус в Волновахе и люди на остановке в Донецке были уничтожены террористами. Вывод — они были уничтожены русскими террористами. С Боингом, сбитым над Украиной, данный трюк сработал. И Запад уверен, что он сработает опять. Западная российская либеральная пресса уже давно поставили знак равенства между террористами из Исламского государства и ополченцами, защищающими свою землю на Донбассе. И теперь нет сомнений, что арест нескольких выходцев с российского Северного Кавказа будет использован для навешивания на Россию ярлыка государства, поддерживающего терроризм. Подтверждением этому стало выступление Ангелы Меркель в Давосе, где она прямым текстом сравнивает Россию и ИГИЛ, говоря о том, что это, оказывается, Россия подрывает основы мировой безопасности. Тот факт, что за отрезанием голов в Сирии и Ираке и расстрелами редакции в Европе маячат уши опытных западных режиссеров, либеральных журналистов не интересует. Это неинтересная тема. И денег за это не платят. До недавнего времени казалось, что схема американ-немецких отношений сводится к давлению и шантажу со стороны США, которому Берлин с большим или меньшим успехом и упорством сопротивляется. Новость о том, что Германии удалось вывести из США 120 тонн своего золота ставить жирный крест на этой схеме. Немецкое золото хранится в США, и немцы много лет безуспешно пытались его репатриировать, логично предполагая, что это золото американцы уже давно продали в процессе их бесконечных попыток удержать рост цен на золото, фактически попыток защитить курс доллара как единственной глобальной валюты. Американцы нескромно игнорировали попытки немцев проверить наличие этого золота, заставляя представителей Бундесбанка позорно мямлить перед прессой мантры о полном доверии американским коллегам. Сейчас выясняется, что в декабре 2014-го Германия вывезла из США 120 тонн золота, что является серьезным прорывом. Более того, представители Бундесбанка даже провели химический анализ для того, чтобы убедиться, что американцы не подсунули им позолоченный вольфрам. Наиболее вероятное объяснение такого резкого изменения ситуации заключается в том, что американцы сейчас вынуждены платить Берлину за то, что Берлин сохраняет санкции против России. И для того, чтобы платить, им приходится находить на рынке физическое золото, а не деривативные контракты на цену золота, что является довольно нетривиальной задачей. Кстати, совсем недавно в прессе мелькала история о том, что американцы вывезли из Украины ее золотой запас на хранение. Можно ставить 100 к одному, что теперь это золото находится глубоко под землей Франкфурта на майне, и ставить миллион к одному, что украинцы его больше никогда не увидят. Набрашивается вывод о том, что американский гегемон ослабый уже вынужден не только подавлять, но и подкупать своих вассалов, чтобы они не разбежались. Есть подозрения, что Меркель строит игру в стиле Януковича, пытаясь получить максимум выгод от сделок и с Вашингтоном, и с Москвой. Иначе очень трудно объяснить, зачем Меркель и ее министру экономики потребовала сделать вот это заявление. Как сообщает газета «Зюйдочи Цейтунг», лидер консервативного блока ХДС Ангела Меркель предложила возобновить переговоры о возможности сотрудничества в общем торговом пространстве. «Мы готовы к этому», — заявила Меркель, подчеркнув, что для начала переговоров необходимо урегулирование конфликта на Украине. Тут, возможно, несколько вариантов. Шантаж Вашингтона или попытка успокоить Москву и немецких олигархов, которые злы на санкции, или некая смесь и того, и другого. Вариант «Меркель предлагает Путину обмен слива Новороссии на переговоры по зоне свободной торговли с ЕС» мы не рассматриваем в силу того, что даже самым упоротым оптимистам на Западе уже понятно, что Москва соблюдать Минские соглашения в плане контроля за границей ЛНР просто не намерена. Да, Путин жестоко кинул Запад, и коллективный Запад ничего не может с этим сделать, кроме как вставлять в каждое заявление фразу «паразит», а еще мы требуем соблюдения Минских соглашений. Они будут это требовать даже когда армия ЛДНР будет окружать Одессу или Киев. Законы жанра обязывают. Посему эти требования можно пропускать мимо ушей и всегда смотреть только на экономическую часть предложения. Как известно, на Западе вообще все просто так, кроме денег. Предложение немцев поговорить о зоне свободной торговли с ЕС после решения украинского вопроса вполне интересно, хотя бы с точки зрения его огромного потенциала для троллинга США. Детали не имеют значения. Самое важное заключается в том, что Берлин очевидным образом пытается играть в свою игру и работать ради своей выгоды. Как минимум, это означает, что Берлин хоть и не будет нашим союзником, но будет активно сопротивляться попыткам США ограбить Евросоюз по модели СССР. Это не значит, что у Вашингтона нет шансов подмять ЕС под себя, но это значит, что шансы Вашингтона на такой успех сейчас резко уменьшились. Лучшим доказательством того, что Берлин очень хочет, чтобы киевский режим умер, является то, что Евросоюз просто не дает Киеву денег, несмотря на колоссальное давление со стороны США. Американцы сейчас физически не могут напечатать для Киева пару десятков миллиардов долларов, но Евросоюз как раз запускает свой печатный станок и вольет в свою экономику 1,1 триллиона евро. На этом фоне 20 миллиардов евро, которые бы позволили хунте продлить агонию как минимум на полгода, это жалкие копейки, всего 1,8% от размера стимулирующей экономической программы ЕС. Вдумайтесь, увеличить количество печатаемых евро всего на 1,8% и хунта сможет продолжать войну еще много месяцев. Если бы Берлин был в полном подчинении Вашингтона, Киев в этих условиях получил бы не 20, а 40 миллиардов. Можете быть абсолютно уверенными, что американцы уже выкрутили европейцам руки и нажали на все возможные рычаги для того, чтобы на яйценюка проливался живительный дождь из свежих европейских купюр. Когда-то США и англосаксонская цивилизация поставили перед собой цель не допустить союза Берлина и Москвы. И украинский кризис не более чем эпизод в длинной череде специальных операций. Честно и цинично эту политику США описал глава теневого ЦРУ аналитической компании Статфор Джордж Фридман. Суть этой политики такова. Как можно дольше поддерживать баланс сил в Европе, помогая более слабой стороне, а если баланс вот-вот будет существенно нарушен, вмешаться в самый последний момент. Так США вмешались в Первую мировую войну после отречения Николая II в 1917, не дав усилиться Германии. И во Вторую мировую войну США открыли второй фронт лишь в июне 44-го, после того, как стало ясно, что русские берут над немцами вверх. Очевидно, что Вашингтон снова строит стену между Берлином и Москвой. Именно для этого был организован переворот на Украине. Для этого немецкого канцлера посадили на поводок с помощью компромата, собранного АНБ. А немецкие СМИ создают образ агрессивной России, от которой можно защититься только через превращение Германии и Европы в колонии США. Чтобы окончательно уничтожить потенциал континентального союза между Берлином и Москвой, Германию вновь превращают в таран против России. Это видно в скандальном заявлении Яценюка. Мы все хорошо помним вторжение советских войск на территории Украины и Германии. Это необходимо избежать. Кто не вправе переписывать итоги Второй мировой войны? Что старается сделать российский президент господин Путин? Так, идейный потомок Бандеры протягивает руку идейным потомкам Гитлера, предлагая вместе переписать итоги Второй мировой. Хотя сам попросту желает увеличить шансы на получение немецких денег. А отказ немецкого правительства прокомментировать это высказывание Яценюка можно расценивать как солидаризацию канцлера Ангелы с канцлером Адольфу. Однако, как признал министр экономики Украины Айварас Абрамовичус, подписанный в Берлине документ был не кредитным договором, а лишь протоколом о намерениях. То есть он может вообще не воплотиться в жизнь. Важно понимать, что сейчас в немецком политическом истеблишменте и в немецком обществе идет жесточайшая борьба за саму душу Германии, за ее политическую и национальную идентичность. И метания Берлина в отношении официального Киева являются отражением этой борьбы. В этой борьбе стоит обратить внимание на то, как меняется позиция простых граждан, СМИ и бизнес-сообщества. Так немецкое общество, в отличие от берлинской канцелярии, проявляет здоровое отвращение к высказываниям Яценюка и гнев в отношении проамериканских политиков. Было бы непростительно считать, что все немецкое общество и немецкое бизнес-сообщество одурачены американской пропагандой и готовы слепо поддержать очередную геополитическую авантюру Вашингтона против Москвы. Сейчас Вашингтон требует от Берлина не только продолжения конфликта с Россией, но и создания общего экономического и торгового пространства между ЕС и США. Если договор будет подписан, то всему европейскому крупному бизнесу предстоит быстрая и мучительная смерть. Ради отсрочки коллапса американской экономики, Европе предстоит убить свой собственный бизнес. И очевидно, что бизнес будет этому сопротивляться. И он уже сопротивляется. Это сопротивление проявляется в высмеивании проамериканских политиков на немецком ТВ, в критических материалах в некоторых немецких СМИ, в публичных выступлениях некоторых немецких политиков и коллективных письмах в поддержку сотрудничества с Россией. К тому же в противовес американскому канцлеру в Германии выступает новый голос немецкого капитала. И этот голос принадлежит президенту Чехии Милошу Земану. Так, Земан отказался осудить Россию за воссоединение с Крымом. Публично заявил, что Бандера пытался построить на Украине нацистское государство и осудил факельное шествие нацистов в Киеве. Медленно, но заметно меняется позиция некоторых немецких СМИ и немецкой дипломатии. Немецкие журналисты приходят к выводу, что появляется некий новый курс, который предполагает гибкость в вопросе санкций. В ближайшее время нас ждут два критически важных события. Переговоры по Украине в Астане и мартовские переговоры в ЕС о продлении санкций против РФ. Результат переговоров по Украине и результаты внутриевропейских переговоров по санкциям определят будущее Германии и будущее ЕС. Или они превратятся в американскую колонию, или в независимый геополитический центр силы, способный действовать в своих интересах. Для России очень важно не дать американцам снова отсрочить свой экономический коллапс за счет поедания Евросоюза, как это было в ситуации с демонтажом и грабежом СССР. И совсем не европейский бизнес жалко. Просто не хочется давать Вашингтону дополнительные ресурсы для борьбы с нами. Именно этим объясняется крайне осторожная, дипломатичная и подчеркнута неагрессивная стратегия Москвы в отношениях с Германией и ЕС. А тем, кто переживает за будущее Украины, можно сказать только одно. У Украины в ее нынешней форме будущего просто нет. После окончания битвы за будущее Германии и Европы есть два исхода событий. Первое. Если Германия сможет стать независимым геополитическим игроком, то Украину жестко и последовательно переформатируют по российско-германским лекалам. Второе. Если Европа все-таки окончательно прогнется под США, то проект «Украина» будет быстро ликвидирован Россией в рамках выстраивания новой системы защиты, отставшего враждебным Евросоюзом. Ангела Меркель и Франсуа Алант прилетели в Москву с предложениями, а улетели с указаниями. До визита сообщалось, что европейские коллеги едут с неким планом Порошенко, но основным результатом встречи стали предложения российского президента. На следующий день на съезде Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин четко обрисовал политический вектор. По поводу того, что против нашей страны ведется война. Ну, такой войны, слава богу, нет. Давайте мы будем особенно обращать на это внимание. Но точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами, есть попытка заморозить существующий, сложившийся за последние десятилетия после развала Советского Союза миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который хочет в качестве такого и остаться. Полагая, что ему можно всё, а другим можно то только, что он разрешит, и только в его интересах. Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы и воевать не с тем не собираемся, мы собираемся со всеми сотрудничать. Заявления Путина знаковые, ещё и потому, что в них содержатся важные предложения для ведущих стран Европы. Определиться, Германия и Франция принесут себя в жертву на алтарь геополитических амбиций США или всё-таки найдут себе силы сделать шаг навстречу свободе. Россия свой выбор сделала, и президент России его озвучил. Заключённые в Минске договорённости дают Европе шанс самустраниться от кризиса на Украине, погасить конфликт с Россией и сломать план США по превращению всего европейского континента в территорию неконтролируемого хаоса. Воспользуются ли Берлин и Париж этим шансом, покажут ближайшие месяцы. Поводы для осторожного оптимизма есть. Под термином «западное единство» англосаксонские СМИ обычно подразумевают полное подчинение США. И отрадно видеть, что европейская пресса уже в открытую пишет о том, что единство треснуло под напором России. Ангела Меркель на Мюнхенской конференции заявила о том, что Европе нужна система безопасности с Россией, а не против России. Англосаксонские элиты заметно занервничали. Теперь посмотрим на факторы, которые могут повлиять на решения европейских лидеров. Фактор первый. Консолидация российских элит. Сергей Иванов еще летом сказал, что до многих так называемых «западников» наконец дошло, что они всегда будут чужими на Западе. Многие из них поддержали политику Кремля в конфронтации с Западом. А вот интереснейшее заявление Сергея Караганова по следам московских переговоров. Напомним, что Караганов по образованию до мозга костей англосаксонский интеллектуал. Член многих международных мозговых центров. Например, трехсторонней комиссии и теневой восьмерки. Это помимо того, что он возглавляет либеральнейший факультет мировой экономики и мировой политики, высшей школы экономики. Да, мы хотим, чтобы наши партнеры, соседи, поняли, что та игра, которой они играли 20 лет, закончилась. То есть мы четко очертили зону своих геоприятийских интересов. Первое. И второе, что мы готовы за эту зону сражаться так, что, выражаясь дворовым уникам, что мало никому не покажется. Фактор второй. Энергетический шантаж. Западные эксперты могут утверждать что угодно. Но в реальном мире замены российского газа для Европы не существует. Эскалация конфликта на Украине с последующей сомализацией этой территории будет значить для ЕС срыв поставок через Украину. Турецкий поток не решает проблемы. Если ЕС подключается к турецкому потоку, то Греция превратится для Евросоюза в ту же самую проблему, которой была Украина для России. У европейских политиков просто нет инструментов для того, чтобы решить газовую проблему. Россия вовсю использует и геополитическую победу в Сирии, которая заблокировала возможность постройки трубопровода Катар-ЕС. У американцев тоже нет решения этой проблемы. Оттого и корчится в бессильной злобе ястреб Джо Байден и требует прекратить шантаж. Ему придется привыкнуть, что Россия не любая другая страна, которым не позволено прибегать к этому. Энергетический шантаж – это самое малое из того, что она может, если ее интересы как следует задеть. Холодная Европа, огромные цены на газ, куча безработных, проблемы с выработкой электроэнергии и отоплением, резкий рост затрат в промышленности – это далеко не полный список последствий серьезного конфликта с Россией. Третий фактор. Бизнес сильно давит на европейских политиков. Они, в свою очередь, обозначают американцам, что европейский котел может в любой момент взорваться. Эти опасения становятся особенно понятными и обоснованными на фоне того, что Греция отвергает все ультиматумы ЕС, готова к дефолту и выходу из еврозоны. Греческий премьер Ципрос идет на пролом и заявляет, что он не будет принимать указания по имейлу, что сломает олигархическую систему в Греции и что его задача состоит в том, чтобы построить суверенную Грецию. Он требует европейских денег вообще без обязательств со стороны Греции, фактически угрожая Евросоюзу совместным коллапсом. Да, Грецию тогда ждет дефолт, но она утянет за собой банковскую систему Европы. А если Брюссель согласится на требования Греции, то аналогичных условий потребует Испания, Португалия и все остальные. Даже США уже не могут печатать новые доллары, а Евросоюз просто надорвется и скатится в гиперинфляцию. И вот на фоне этого надвигающегося коллапса американцы требуют от Берлина и Парижа поддержать вооружение украинской армии для войны с Россией. Европе только этого не хватало. Похоже, сошлись все нужные факторы для того, чтобы мотивировать европейских политиков сделать рывок к свободе от США. Россия сделала свой выбор. Теперь выбор за лидерами Германии и Франции. В ближайшие месяцы покажут, какое историческое направление они предпочли.